Солнце стоит смотреть. Я объявил в прошлый раз о том, что существование базисов и что любое изменно-недовичное множество можно дополнить базиса, но для конечномерных, как я сказал, она верна для любых пространств, но мы докажем для конечномерных. Продолжение следует... 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 Смотрите, в прошлый раз я формулировал для произвольных пространств не обязательно конечномерных и тогда мы говорили, что существует объекция между двумя базисами, поскольку если базисы бесконечны, то существование объекций это, на самом деле, все равно эквивалентно, потому что мощности совпадают. Но все-таки, когда речь идет о бесконечных множествах, лучше говорить явно, что существует объекция, а здесь у нас пространство конечномерно, значит, в нем любое линейно-независимое множество конечно, значит, любой базис заведомо конечен, поэтому достаточно говорить, что количество элементов в любых двух базисах одинаковое. у нас здесь отдельно itu 1e 2e в целомegалифицируемое на 3e 3e 4e 3e 3e 4 A там соедин IIo 3e 4e 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 5e 7e 5e 6e 5e 3e 4e 6e 4e 5e 5e 8e 4e 5e 5 cup Когда есть две возможности, либо P является максимальным, либо не является максимальным. Давайте рассмотрим в случае, вначале, если P максимальный. У нас было понятие максимального линейного независимого множества. Что тогда? Если P максимальный, это в случае простой. Что тогда делать? Это уже базис, и значит улы, это пустое дождь. Да, мы доказывали, что для малевоя максимальная линейного независимого множества является базисом. И тогда можно взять U равную пустое умножить. А тогда рассмотрим, более интересно слушать, когда P не максимальный. Это значит, что существует вектор такой, что P вместе с этим... И существует вектор, не принадлежащий множеству P, такой, что P вместе с этим вектором тоже является линейным независимым. То есть, мне угодно знать, что X1. Существует X1. Существует вектор U1. И, вектора У1, Включить и вкуснее у1. Существует вектор U1. Учитывает вектор U1. И, вектора U1, Такой, что P, И мы подозначим вектор PU1, то что множество P1, равное P, объединению P с этим вектором, объединение независимо. По определению, если P не максимальный, значит существует вектор такой, что можно его добавить и по-прежнему будет независимое количество. Хорошо, теперь если P1 максимально, если мы расширили P1, если получилось максимальное, то все. Если P1 максимально, то P1 базис. И какое можно взять Q? Для P или P1? Ну мы же, у нас есть формировка теоремы, и надо найти Q. Да, можно взять Q просто за номер 1. Так, дальше, P1 не максимально. Когда существует вектор U2, такой, что множество P1 линейно независимо и не максимально. Вот, мы получаем такой, мы получаем такой процесс добавления по одному вектору. до тех пор, пока не получится максимальное. Будем делать так, стараясь получить максимальное линейное независимое множество. Я еще раз шажок напишу, если так, чтобы уж полной ясностью истичь. Если P2 максимально, то можно взять Q равная. И если P2 не максимально, то мы продолжаем этот процесс. Существует тогда P3 вектор. И мы можем рассмотреть на то, что P3. Общее добавление этого вектора и оно тоже не независимо. Получаем возрастающую цепочку множеств. P является подможеством в P1. П является подможеством в P2. И так далее. Мы будем продолжать этот процесс с целью получить максимальное линейное независимое множество. Будем добавлять по одному вектору и есть две возможности. Если этот процесс не заканчивается. Так, первая возможность. Да, кстати, тут у нас количество элементов во множестве P к плюс 1. равно количеству элементов в множестве pk плюс 1 и это все равно количеству элементов в множестве p плюс а плюс 1 если процесс не заканчивается то есть мы получим векторы у 1 2 3 4 далее для всех натуральных для всех p от 1 до бесконечности и так лечит множество pk а она будет и 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 так получилось предположим, что мы рассматриваем возможности когда так получилось для всех эйп на всех натуральных эйп. Вот такая в принципе есть возможность. Что тогда делать? Можете ли вы предложить, какие выводы можно из такого случая сделать? Бесконечный базис пока не надо рассматривать. Мы просто заметим, что если у нас такое получилось, то мы тем самым построили бесконечное линейное независимое множество. А наше пространство по предположению конечномерно. И значит это просто невозможно. Так, если этот процесс не заканчивается, если мы построили вот такой бесконечный набор векторов, то множество, то имеем бесконечное линейное независимое... линейное независимое множество у-1, у-2 и так далее. И состоящий из всех у... Дима, это... Дима, это... Противоречит... Противоречит... Потиворечит... Условию, что это... Условию теоремы, что это играть конечно нет. Конечная мерность пишет вот так, мерность V меньше бесконечности. Значит, итак, мы рассмотрели, мы вот этот процесс я описал, добавление вектора, одного вектора на каждом шаге, и мы рассмотрели случай, когда этот процесс не заканчивается, получили противоречие, значит этот процесс когда-нибудь закончится, процесс добавления по одному вектору, и получение на каждом шаге более нового линейного независимого множества. Значит, процесс добавления векторов закончится. То есть существует M натуральное такое, что PM Множество PM равное P введению P с векторами U1, U2, U3 и так далее. Максимальное, максимальное и линейно-независимое по построению. Это, да, если мы за какие-то M шагов мы давали M векторов, получили все-таки максимальное и линейно-независимое множество. Оно тогда PM, поскольку любое максимальное и линейно-независимое множество, как мы сказали, является батисом, тогда PM батис, и каким же будет U? U1, U1, U1? Да. Первый пункт в фиольямах вы доказали. Теперь второй пункт. В пространстве V существует батис. Возьмём любой, например, у нас с вами в составе V, Может быть, с этим можно доказать? У нас существует хотя бы одно линейно-независимое подможество. Например, можно взять один вектор. Очень просто, да. Байс – это максимальная из них. Если существует хотя бы одно, то существует максимальное. Второй пункт. Как доказать сейчас существует базе? Возьмем любой ненулевой вектор. Да, кстати, конечномерное векторное пространство. В принципе, для полноты картины надо помнить, что бывают нулевые пространства. И это надо иногда оговаривать особо. Если В нулевое пространство, то принято считать, что в нулевом пространстве базис – это пусторы множества. Там базис существует. Теперь будем содержательный случай осмотреть. Когда В не нулевое, тогда существует же ненезависимое подножество. То есть, просто хочу оговорить терминологию. В нулевом пространстве нету линейно-независимых, но подножеств. А базис там является пустым. Вот такая терминология. Если В равно нулю, то базис… То пустое множество базис там. Вот. Это привиальный случай. Теперь, если содержательный случай, когда В не является нулевым пространством… …встое множество базис… …встое множество базис, в то же время. Тогда берем любой вектор У… …точнее возьмем… Ну да, возьмем вектор В… …любой не нулевой. Возьмем множество V, состоящее из этого вектора U, оно линейно независимо, и по согласно пункту 1 существует подножку U такое, что V объединение с V базис, второй пункт 3, может быть кто-то умал, вообще-то третий мы в прошлом семестре доказывали используя изоморфизмы, но сейчас можем проще, используя то, что давайте, может быть кто-нибудь предложить доказательства для третьего пункта, используя только результаты, описанные в этом семестре. Ну, базис это же у нас максимальное линейное независимое множество, то есть, ну а максимальное линейное независимое множество имеет одинаковое количество элементов. Почему? Ну, по определению, потому что оно максимальное. И вот-вот ошибочка, очень нехорошая ошибка. Множество, линейное независимое множество называется максимальным, если его нельзя расширить, если в него нельзя добавить какой-то вектор, чтобы оно осталось линейно независимым. Про количество элементов в нем ничего не говорится. Обратите внимание на это. Но, однако же, когда векторное пространство конечномерно, ваше утверждение верно. Само утверждение, которое вы сказали, оно верно, но его нужно доказывать. И вот, по сути, нам и надо доказать, поскольку в базисе это как раз есть максимальное линейное независимое множество. Облегчу задачу. Можно это доказать, используя результаты, полученные за последние две недели. Даже за одну неделю. Еще облегчу задачу. Лепма в двух системах векторов. Ее можно использовать. А, ну да, да, понятно. Ну, то есть, множество В1 идут линейной оболочки до 2-го. Потому что линейная оболочка до 2-го – это все верхнее пространство. Тогда в В1 не больше, чем в В2 элементов. Аналогично в В2 лежит линейной оболочки до 1-го. Да, да, да. Давайте я это все-таки смешу. То есть, у нас базис, пространство у нас конечномерное. Любое линейное действие в одно, что там конечное. У нас В1, В2 базисы, они конечные. Введем, то есть, вот В1 состоит из каких-то векторов. В2, 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 В1, В1, К, и в3. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Но аналогично меняя роль FG, Добавил субтитры DimaTorzok 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 на поле что это значит с другого элемента лямбда из поля сумма x плюс y не отлежит как мы обсуждали, любое векторное подпространство является вектором пространства поскольку сумма векторов и умножения вектора на равене поля 2 определенных тогда можно говорить о размерности векторного подпространства тогда важно вначале отметить что V1 конечномерно и размерность V1 не превосходит размерности V2 размерности V1 давайте аккуратно это докажем поскольку нужно уметь такое не только понимать но и оформлять на бумаге вначале почему V1 конечномерно? потому что V конечномерно ну а оно его подпространство и что? значит оно состоит из какого-то количества элементов которые входят в V значит оно не больше чем V а оно не больше но ну надо базис у нас есть нет у нас есть определение конечномерности определение значит давайте аккуратно определение конечномерных векторных пространств не использует базисов так что мы должны доказать что V1 конечномерно не используя никаких базисов потому что мы давайте вот теперь мы на прошлом занятии мы обсуждали что-то там без доказательства а вот теперь давайте все доказывать мы доказали смотрите мы доказали существование базисов для конечномерных пространств а для бесконечномерных базисы тоже существуют как я в прошлый раз говорил но мы этого не доказали поэтому для бесконечномерных пространств базисами пользоваться мы не будем и определение конечномерности у нас базисов вообще не используют и вот почему же V1 конечномерно потому что максимальное линейное независимое подмножество V1 оно меньше максимальное менее мощное максимальное линейное независимое подмножество V они являются базисами значит вот давайте утверждение простое но оно позволяет когда вы проговариваете доказательства у вас все равно ошибки звучат и нужно их отлавливать вы сказали максимальное линейное независимое подмножество V1 можно было добавить как вы сказали меньше либо равно меньше либо равно вот это уже тоже важно отмечать ну значит проще всего так докажем что если V1 бесконечномерно, то, проще всего, по определению бесконечномерности, то существует подмножество S, V1, такое, что S линея независима и бесконечна. Уважаемые студенты на заднем ряду, если вам неинтересно, не мешайте, пожалуйста, другим. Итак, существует независимое и бесконечное подмножество, и как из этого вывести какое-нибудь противоречие? Значит, V не может быть конечным, потому что по определению бесконечномерным, потому что если V конечномерный, то любое его подмножество конечномерное. Любое линейное... Вот смотрите, идею, я надеюсь, вы уже уяснили, но когда вы пытаетесь говорить, у вас звучат ошибки. Давайте учиться не только думать, но и говорить. Вот скажите правильно, чтобы все слова были правильными. Значит, что V... Да, если V один бесконечно мерный, то существует независимое подмножество, которое бесконечно, и что так? Значит, множество V не может быть бесконечно мерным. Значит, векторное пространство V не что? Не может быть бесконечно мерным, потому что... Конечномер... Потому что в любом... Потому что... Сейчас. Потому что в векторном пространстве любое независимое подмножество... Ну, да. Да, подмножество. Как пространство. Конечномерное. Ничего я не понял. Так. Если V один бесконечно мерный, и существует... И в нем существует подмножество линейно-независимых... Например, если V один бесконечно мерный, то по определению бесконечно мерных в нем существ... Это значит... Значит, давайте еще более аккуратно пишу. Предположим, что V один бесконечно мерный. Предположим... Предположим... Что V один бесконечно мерный. Это значит... Что существует... Значит, по определению... Что такое бесконечно мерное пространство? У нас было пределение. Пространство в векторном пространстве называется бесконечно мерным, если в нем существует бесконечное линейно-независимое подмножество. Итак, предположим, что V один бесконечно мерно. Это значит, что существует подмножество, которое линейно-независимо и бесконечно. Хорошо. Как из этого вывести противоречие с какими-то условиями теоремы? В множестве V... Да, не существует в нем бесконечного линейного независимого множества. Значит, да, хорошо. Будем сейчас... Ответ принят. Значит, итак, я все-таки более аккуратно сформулирую. Это противоречит конечномерности конечномерности условию теоремы ну, что вам было конечномерно? Поскольку в конечномерном не может быть не может быть бесконечного линейного независимого подмножества S S у нас подмножеством V1 и... но оно также является подмножеством V и оно по-прежнему там линейно-независимо бесконечно а это противоречит тому, что условия предоставим V1 конечномерно хорошо мы значит значит V1 конечномерно Так мы доказали, что оно конечномерно теперь осталось доказать вот это это уже не трудно даже не равенство проразмерности как его доказать не можно использовать яму подсказываю можно использовать базис в пространстве В1 что-нибудь с ним сделать но если оно максимально именение независимое В то оно уже является базисом а если нет то мы его можем дополнить до базиса и тогда оно будет меньше либо равно чем тогда их размерности будет меньше либо равны потому что базис В будет больше либо равен по количеству элементов чем базис ВВ1 да, давайте я напишу что существует базис существует базис ВВ2 какой-то такой Е1 ЕК ВВ2 для ВВ1 ЕК равно размерности ВВ1 ВВ Линейно независимо В ВВ2 ВВ2 является базисом для ВВ1 но оно может не быть базисом для ВВ2 но оно точно линейно независимо как подножеско По теореме существует подмножество Q, такое, что Q не пересекается с B, и B в объединении с Q. Базис для B, и тогда размерность B равна количеству элементов, эти два подмножества B и U, они не пересекаются, и их объединение дает базис для B. Размерность костанства B равна количеству элементов этого базиса, что равно количеству элементов B плюс количеству элементов Q. То есть это будет равно... Количество элементов B в объединении B равно размерности костанства B1. Получаем вот такую разницу. Размерность костанства B равна размерности костанства B1 плюс некоторое неотрицательное число, равное количеству элементов множества Q. В принципе, это множество Q может оказаться пустым, если B оказалось базисом для V. Но, в любом случае, вот это число, модуль Q, оно не отрицательное. Значит, это сумма больше не равна размерности B1. Таким образом, мы доказали, что размерность B больше не равна размерности B1. Подписывайтесь на наш канал. В общем, это было бы не так. Трансльтинтинты. Трансльтинты. Конец. Используем. Подписывайтесь на наш канал. Мы сейчас будем строить, мы из двух векторных подпространств построим некоторое третье векторное подпространство. Пусть L – электронное подпространство. Л1, L2 – электронное подпространство. Тогда рассмотрим вот такое множество. Сумма L1 плюс L2 – это вот такое множество. Оно состоит из векторов вида X1 плюс X2, где X1 – любой вектор из L1. Вот такая конструкция. Мы берем L1, L2 – предвольное электронное подпространство. И по двум векторам подпространства L1, L2 мы строим новое множество L1 плюс L2, которое состоит из вот таких сумм. Давайте примерчик рассмотрим. Ну вот, да, давайте вначале тримиальный пример. Если L2 равно U, тогда L1 плюс L2 – что такое? L1. Просто L1. Просто L1. Поскольку X2 в этой группе шлялы там могут быть. Пример второй. Пусть у нас L равно R3. Имеется ввиду вот это наше пространство трехмерное. И какие-то есть два неколинеарных вектора. И пустя у нас, по-первых, кейт-бург, пустя у нас, по-первых, кейт-бург, пустя у нас, L1, даны нам два этих вектора. И мы в качестве, ну да, пустя у нас L1 есть линейная оболочка первого вектора. L2 – линейная оболочка второго вектора. Это линейная оболочка одного вектора, это прямая, проделанная этим вектором, это прямая, проделанная вторым вектором. Ну и простой вопрос, что тогда L1 плюс L2. Плоскость? Да, плоскость, проходящая за 5 декором. Да, это будет плоскость, наканутая на этой первого вектора. Да. То есть линейная оболочка U1 и U2? Да. И вот это, в принципе, это очень легко понять, но все-таки это не тривиально, поскольку мы тут рассматриваем только суммы, обратите внимание, мы здесь берем суммы и никаких коэффициентов не пишем. Но мы могли бы написать коэффициенты, результат от этого бы не изменился. Угу. Вот, значит, давайте замечание. Замечание. Замечание, упражнение. Вот у нас определение, что у нас написано. И оно же получится, если написать здесь коэффициенты. Векторы обозначим иначе. У нас определение есть, мы всегда будем пользоваться этим определением, но Но возникает вопрос, здесь в определении перед векторами коэффициентов никаких не написано. А что сделать, изменится ли что-нибудь, если коэффициенты написать? Вот я здесь коэффициенты написал, результат не изменился. Это упражнение для вас, покажите, что это множество без коэффициентов совпадает с вот этим множеством, где коэффициенты написаны. И вот, значит, пользуясь этим замечанием, ясно, легко понять, что в данном случае L в данном примере L1 плюс L2 это плоскость натянутая на векторе L1 и L2. Да. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сумма L1 плюс L2 тоже является ответственным подпространством. Продолжение следует... 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 лямбда на x1 плюс x2 равно лямбда x1 плюс лямбда x2 и видим мы, что этот вектор лежит в l1, а этот лежит в l2. Мы хотим доказать, что лямбда x принадлежит в этой сумме, эта сумма l1 плюс l2 состоит из векторов вот такого вида, где первая слагаема из l произвольный вектор из l1, вторая слагаема произвольный вектор из l2, и вот мы для вектора лямбда x нашли такое представление в виде суммы двух векторов, первый из которых произвольный вектор из l1, второй произвольный вектор из l2. Следовательно, лямбда x1 действительно лежит в этой сумме. Второе свойство мы доказали, теперь давайте с вашим участием докажем первое. Лямбда x3 Тут надо понимать, что разные люди по-разному воспринимают, и кому-то скорость может показаться медленной, кому-то наоборот слишком быстро, и очень трудно соблюсти баланс. Поэтому прошу всех, значит, тех, кому слишком медленно, как-то можете заглядывать какие-то другие, может быть там вперед по книге, а те, кому слишком быстро, можете смотреть на видео еще раз. Вот. Так вот, хорошо. Итак, у нас что будем делать, чтобы доказать вот это? Ну, y у нас представим как сумма y1 из l1 и y2 из l2. Да, давайте для x напишем то, что мы уже повторим. x1, x1, x2 мы уже написали, что такое. В общем, давайте я напишу аккуратно. Существуют x1, y1 из l1 и x2, y2 из l2. Такие, что x равно x1 плюс x2, y равно y1 плюс y2. Это мы просто записали на вот это вот положение, что x и y принадлежат от этой суммы и 1 плюс x2. Ну вот тогда x плюс y. x плюс y равно, мы просто подставляем. Да. 1 плюс x2. Пользуемся ассоциативностью, в общем, по свойствам сложения, перегруппировать в однослагаемые. В общем, x1 плюс x2 плюс y1 плюс y2. Это л2. Это л2. Этот вектор подлежит. Этот вектор подлежит. значит, l1 это л2. Тем самым, мы наш в этот вектор x плюс y мы представили, как снова, как сумму двух векторов первой из l1 и l2, значит, это все принадлежит l1 плюс l2. Вот. Вся вот эта сумма. Теорема доказана. А, нет, нет. В первую утверждение теоремы доказано, что l1 плюс 2 вектор подпространства, а про пересечение это докажите самостоятельно. Что пересечение двух векторных подпространств является подпространством. и теперь такое свойство доказано, по крайней мере начало доказывать. яблокол! Наживите первый раз. Что? Яблек�� 936 в vaisх и уник. Яблокол! Ониこちら и below 1013 ставили!! Яблокол! Яблокол! Они Place. Яблокол! Яблокол! Наживите, пожалуйста, Все буду так? Яблокол! Маши! Можно ли, пока как ну бет. Маши, здорово! Для обезrieben делаетон где очень многоouseяннымốc! Осев thirds и их Math. Обратите внимание, в определении L произвольное векторное пространство, про его размерность ничего не говорится, оно может быть конечномерным или бесконечномерным в определении этой суммы. И в теореме тоже L произвольное векторное пространство может быть и бесконечномерным, и конечномерным, а вот сейчас мы делаем дополнительное положение, что L конечномерное векторное пространство. Вот когда L конечномерно, то такое замечательное равенство. Мелится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что здесь описано? Размерность вот этой суммы плюс размерность пересечения равна сумме размерности L1 и размерности L2. Продолжение следует... Давайте сразу проверим... Продолжение следует... 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 Смотрим пространство R3. Из векторов строк L1 сидит вот такое вот пространство. Лучше другими обозначить буквами. Это L1 будет под пространством векторов, имеющих нулевую и третий компонент. Смотрим пространство. 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 Здесь у нас R3. Значит, это размерность R3. Пересечение у нас вот такое. Явно одномерное. А эти каждый из них имеют размерность 2. 3 плюс 1 равно 2 плюс 2. Получилось. Значит, надо попробовать доказать. Нажимаем. В примере получилось. Попробуем доказать нажим. Загрузить. Загрузим. Загрузим. Поможмемər. Давайте вначале рассмотрим случай, когда пересечение является нулевым по страстам. И давайте тогда выберем базисы пространства L1 и L2. Сейчас рассмотрим числа L, пусть у нас будет L маленькая, это размерность пространства L1. И M, размерность пространства L2. Л1. И M, размерность пространства L2. И M, размерность пространства L2. Молодец. И M, размерность пространства L2. И M, размерность пространства L2. Нужно показать, какой будет вид иметь это равенство. Я предполагаю, что L1, пересечение L1 на L2 является нулевым пространством. Такой сейчас рассматриваем случай. Тогда давайте напишем равенство, которое нужно показать. Вот это размерность L1 плюс L2 равна размерности L1 плюс размерность L2. Нужно показать, что размерность L1 плюс L2. Здесь стоит размерность пересечения. Но пересечение у нас нулевое. Размерность нулевого пространства равна нулю. Размерность вот этой суммы, нужно показать, что она равна L плюс M. Давайте подробнее напишу. Вот такое нужно показать. Может быть, кто-то есть какие-то идеи, как это показать? Ну то, что любую сумму вида L1 плюс L2 в множестве L1 плюс L2 мы можем представить. Ну, как бы разложить X1 по байсным векторам и X2 по байсным векторам. Так как L1 и X2 пересекаются по нулевому подпространству, тогда нет общих байсных векторов. И значит, в байсе нового подпространства L1 плюс L2 будет сумма байс содержать. И совершать и тот, и другой байс. Вот. Вот, значит, идея правильная. И я думаю, вы понимаете, что хотите сказать. Но когда говорите, видите, проговорить все не так просто. В общем-то, можно проще сказать так. Как я вашу идею понял так. Нужно доказать, достаточно доказать, что вот это, вот этот набор векторов является, набор векторов содержащий F, все F и все G является байсом для вот этой суммы. Угу. Ну ладно. Угу. 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 Нам нужно доказать, что размерность этой суммы L1 плюс L2 равна L плюс M. Для этого достаточно доказать, что вот эти вектора образуют базис для пространства L1 плюс L2, поскольку количество элементов в этом базисе как раз и равно L плюс M. Музыка. Будем аккуратно по определению доказывать. По определению базиса. Нужно показать, что там два свойства есть. Первое, что этот набор векторов линейный независим. Второе, что линейная оболочка этих векторов на вот этому пространству линейный независимый. Первое, посмотрим какую-то линейную комбинацию. Этих векторов линейной комбинации равны нулю. И нужно доказать, что все коэффициенты линейной комбинации равны нулю. Коэффициенты я обозначаю А и Б. Вот такая вот длинная сумма. Где АИТЫ и БАЖИТЫ, это элементы поля. Вот это произвольная линейная комбинация векторов F и G. Нужно доказать, что те коэффициенты ИТЫ и БАЖИТЫ равны нулю. И мы это равенство перепишем следующим образом. Значит, вот этот слева оставим сумму букв F, а все буквы G перенесем направо. И так получится следующее. Значит, вот такое равенство. Я просто буквы G перенятая сумму, следящую G перенес направо. И вот этот полученный вектор обозначен V. И этот вектор принадлежит пересечению L1 и L2. Да. Вначале заметим, что вот эта сумма лежит в L1. Эта сумма лежит в L2. Значит, вектор V. Вектор V тем самым принадлежит пространству L1 и принадлежит пространству L2. Значит, V принадлежит пересечению L2, которое равно L2. То есть, значит, вектор V равен нулю. Таким образом, вот эта сумма A1, F1 плюс и так далее. Вектор V равен нулю, поскольку вектор F1 и F1 не независимы. Поскольку они образуют базу пространства L1. Ну, аналогично, вот вторая сумма. Верно, B1, G1, B, G, равна нулю. И она, она, то есть вот, ми с минусом. Пускай она будет, как у нас написано, она же равно V. Значит, B, G, готов. Мы доказали линейную независимость. Доказали линейную независимость этих векторов. Докажем второе свойство, что линейная облачка равна всей сумме. Мы берем вектор X из суммы. То есть, X равен X1 плюс X2, где X, если отмытожит L1. Я думаю, что у нас есть вектор X1. Тогда, поскольку это у нас базисы, X1 равно линейной комбинации векторов F. X2 равно линейной комбинации плюс 2G. 2, значит, следовательно, X2 равна X1 плюс X2 является линейной комбинацией. 1, значит, это сумма принадлежит линейной обработки. Все, так, да, значит, мы доказали теорему в случае, когда пересчиняем на лулю, а на встрече занятий осмотрим пути, когда пересчиняем на лулю. Спасибо. 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 Спасибо.